Ну и конечно же неизменными атрибутами праздника являются накрытые столы, гости и радостное настроение. Курбан Байрам один из главных семейных праздников в Дагестане. Основные блюда, конечно же, готовятся из мяса. Наша съемочная бригада постила большую и дружную семью Газимагомедовых. Слово Карине Баталовой. Своего барашка Газимагомедовы решили порезать дома. Для отца и двух сыновей все далеко не в новинку. Уже много лет они традиционно после праздничного намаза идут за жертвенным животным. Вопрос, что делать с 20 килограммами баранины по завершению священного ритуала, у главы семейства не возникает. В этом деле он четко соблюдает установленные нормы. Мясо обычно делим вот так. Мы резали сыновь, поэтому будем мясо делить на три части. Один час раздаем, другой час варим, соседей приглашаем, родственников придут в гости. И третий час оставим на дальнейшем, чтобы приготовить вкусную еду. Первая партия разделанного мяса отправляется прямиком на кухню. Здесь с самого утра хозяйка Мадина с дочерьми готовится встречать гостей. Среди блюд – любимое дагестанское лакомство – аварский хинкал с бараниной. Есть еще одно – жареная печень. Она неизменно появляется на праздничном столе в этом доме. Но хурман-байрам готовит, потому что его любит моя мама. И это детство мое. Хурман-байрам почему-то сочетается именно с этим блюдом и вареным мясом. Все основные хлопоты завершены. А это значит, в доме ждут гостей. Поздравить с хурман-байрам Газимакомедовых по обыкновению приходит не меньше 30 человек. Это соседи, старые друзья и многочисленная родня. У Мухтара семь братьев и три сестры. За столом приятная, добрая атмосфера. В этот день принято говорить только о хорошем и поздравлять. Кажем Мухтар Хаджи, пусть священник примет твой барам, курбам, все молитвы, дуа и твоей семье, чтобы баракать. И пусть у всех будет возможность, чтобы резать курбам, ехать и делать все хорошее. Дай Аллах всем все, чтобы было у всех дома вот такое вот. Раньше же не было такого. Редко кто резал курбам. Сейчас посмотрите, у каждого дома священный дал баракат. Каждый дом может садака раздать и резать курбам и делать садака. Вот это хвала священникам, чтобы он нас вот так вот. Я даже не знаю, слов нет. Поздравляю всех мусульман с этим праздником. Желаю всего самого хорошего, благополучия, чтобы старались не пропускать такие хорошие праздники. Стремились к ним. Ближе к вечеру Гадзи Магомедовы сами отправятся в гости к родным и близким. Курбан-Байрам продлится еще три дня. А это значит, что еще есть возможность поздравить дорогих людей, раздать милостыню и помочь нуждающимся. Карина Баталова, Муса Салгиреев, Новости ННТ, Махачкала. Спасибо! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует...